Что стало бы с русским, если бы за ночь он стал немецким? У нас осталось бы четыре падежа номинатив, генитив, датив, аккузатив. Но ряд существительных мужского рода относился бы к слабому склонению и имел бы окончание одинаковое во всех падежах и числах. Стул мальчика, дать книгу этому мальчика, обвинить в краже мальчика. Все существительные всегда писались бы с большой буквы. Мама готовит суп из помидоров и моркови в кастрюле. У нас появились бы отделяемые приставки. Они ехали в новую квартиру Пере. Если это составное сказуемое, то спрягаемая часть глаголов всегда бы была на втором месте, а инфинитив в самом конце предложения. Я могу, может быть, сегодня вечером к тебе с бутылкой итальянского вина из моей последней поездки по Италии зайти. В большей части предаточных предложений глагол уходил бы в самый конец. Я не уверена, ли я все правила грамматики правильно понимаю. В неопределенно личных и безличных предложениях всегда бы присутствовал формальный субъект. Здесь человек, люди, любой не имеет права курить. Вместо здесь нельзя курить. Man darf hier nicht rauchen. Оно дождит. Es regnet. Отрицание действия приходилось бы искать в конце предложения. Этот фильм идет сегодня по телевизору нет. Dieser фильм läuft im Fernseher heute nicht. А отрицая существительный, мы бы всегда употребляли слово «никакой». Особые конструкции и нестандартное управление глаголов тоже бы перешли в наш язык. Я жду на ваш ответ. Ich warte auf ihre Antwort. Я могу немного английский язык. Ich kann etwas Englisch. Ей был украден автомобиль. Er wurde das Auto gestohlen. Странные слова. Theatralный кусок. Theaterstück. Пьеса. Спутник на кусок жизни. Lebenssabschnitzke Theater. Временный партнер. Время шара. Kugelzeit. Период беременности. Salo zаботe. Kumerspeck. Лишний вес из-за забот. Kopfkino. Кино в голове. Прокручивание в голове событий. Zweisamkeit. Одиночество вдвоем. Невероятно бесконечные числительные. Произносимые задом наперед. 1905,90 год. 2 125 125 125 1008 232 Euro. Multifrukтовый витаминный напиток на основе натурального фруктового сока. Mehr frucht-multivitamin-saft-getränk. Das Massenkommunikationsdienstleistungsunternehmen. Компания, занимающаяся предоставлением услуг в сфере массовой коммуникации. Die Feuerwerksrakette Anzünde Schnur. Шнур зажигания ракет для фейерверка. Некоторые законы пунктуации тоже бы поменялись. Девочка начинает беспокоиться. Девочка начинает беспокоиться. Субтитры создавал DimaTorzok